Вера Черникова О применении маркировки товаров на всей территории ЕАЭС мы поговорим с гостями нашей программы. Это председатель Ассоциации по цифровой маркировке товаров и физкализации профессор Толунбек Абдыров, эксперт по маркировке товаров Рамиль Беков и администратор швейно-производственной компании Чолпон Романкулова. Сегодня они гости нашей студии. Здравствуйте, мы приветствуем вас в нашей студии в программе «Еще не вечер». Итак, мы сегодня говорим о том, что на территории ЕАЭС вводится маркировка товаров. И поскольку Кыргызстан является членом этой организации, мы тоже причастны к этому процессу. Скажите, пожалуйста, с чего началось введение, внедрение маркировки товаров на территории ЕАЭС? Ну, сразу хотелось бы отметить, что вступив в ЕАЭС в 2014 году, было понятно, что курс вообще в самом ЕАЭС будет совсем по-другому, нежели как у нас существовало государство до этого. То есть первым делом там было понятие, как цифровизация экономики. И после цифровизации, маркировка это одна из системы цифровизации вообще в целом экономики. И в 2018 году в Алмате президенты разных стран ЕАЭС подписали соглашение о дальнейшей маркировке товаров, которое вступило уже с 29 января 2019 года. Что это означает? Означает, что будет определенный перечень товаров, которые будут обязательно маркировываться, то есть идентификационными знаками. Это будет присваиваться QR-код каждому товару, который будет отслеживаться, начиная от производителя до конечного потребителя. И первоначально это в каждом государстве определили по два, по три обязательных перечных товаров по маркировке, которые будут маркировываться. И есть государства, которые входят в ЕАЭС, они добровольно еще некоторые позиции для себя увеличили. И вот то, что говорят, до 1 июля продлили, это обязательная маркировка табачных и алкогольных изделий, которые производятся на территории Крымской Республики или экспортируются на территорию Крымской Республики. Мы продлили до 1 июля, хотя это должны были еще в 2020 году маркировывать эту продукцию. Потом до октября 2020 года продлили, и вот сейчас до 1 июля 2021 года. Но, кроме этого, мы должны понять, что Крымская Республика не только производит и внутри все это потребляет, а еще и экспортирует свою продукцию и как в дальние зарубежья, так и на территорию ЕАЭС, стран-участниц ЕАЭС. И в частности, допустим, на территорию Российской Федерации мы экспортируем швейные изделия. А начиная с прошлого года, были уже тоже свои правила установлены в России. И с января 2021 года начали маркировывать швейные изделия в России. А так как мы реализуем эту продукцию, мы должны обязательно маркировывать эту продукцию и уже маркированную продавать туда. Для чего эта вообще маркировка, она, скажем так, введена на территории ЕАЭС? Это понятно, что ЕАЭС хочет обезопасить свои границы, свои рынки. ЕАЭС хочет, чтобы производители товаров, которые живут и работают в ЕАЭС, они достойно производили свою продукцию, не, скажем так, не испытывали гнет контрабандных товаров. Плюс этот контрабандный товар влияет на здоровье населения, плюс вот это обеление этого теневой экономики, то есть из тени выведения. И реальная фиксация того, что производится в стране и ее количество вообще, какое количество. Вот это очень важный такой момент, мы должны об этом сказать и должны понимать. И хотелось бы отметить, что эта линейка из двух-трех наименований не будет, она будет все больше и дальше расширяться. Вот сегодня швейный изделий в России уже, кроме двоих-троих наименований обязательной маркировки, там они сегодня до восьми позиций, у них добровольные еще есть маркировка. В Беларуси это, допустим, было 20 наименований, сегодня они до сорока увеличили. То есть эти показатели будут увеличиваться. И мы в Кыргызстане должны быть готовы к тому, что раз мы экспортируем продукцию свою в Казахстан, в Россию, мы должны знать, на какие продукции у них там введены марки, чтобы мы тоже маркировали эту продукцию и продавали. Потому что без этого нашу продукцию не будут впускать. И это хорошо, благо, что пока сейчас не маркируют сельхозпродукцию. А я думаю, что в ближайшее время это не за горами, когда будут маркировать еще и сельхозпродукцию. И в Кыргызстане мы должны сегодня уже готовиться к этому, готовиться к тому, что очень много продукции мы должны маркировать. И вот эта недавно принятая концепция, стратегия развития вообще ЕС до 2025 года, там она состоит из 11 направлений, 332 меры и механизмов, как это будет осуществляться там. А особенным таким пунктом стоит маркировка товаров. И поэтому я еще бы хотел отметить, хотим мы этого, не хотим, но если мы должны продавать эту свою продукцию и развивать это, мы должны сегодня научиться в этих условиях работать и маркировать свою продукцию. Государство должно поддерживать, помогать населению, чтобы бизнесменам, предпринимателям, чтобы они вовремя это делали и спокойно, без проблем продавали на внешние рынки. Итак, вы являетесь пионером по созданию компании, которая занимается именно маркировкой товаров. Расскажите, пожалуйста, с чего вы начали и как осуществляется маркировка товаров? В развитии цифровизации многие компании, именно, они переходят в цифровой формат, оцифровывают свой бизнес. Также это коснулось именно производителей легкой промышленности. Система цифровой маркировки товаров и прослеживаемость их, она объемная. Чтобы только получить, маркировать свой товар, нужно сначала автоматизировать свой производственный цех, свои производственные движения, как можно говорить. Это элементарно. В первую очередь, что нужно? Чтобы получить маркировку на этот товар, нужно сначала установить программное обеспечение, снабдить его соответствующими оборудованиями. Это принтер, этикетки, печати и 2D-сканер, чтобы фиксировать, когда это было выпущено, из чего состоит материал и бренд. Какой бренд, какая фабрика. Мы в мае того года, 20-го года, группа энтузиастов, IT-специалистов, она не смогла просто сидеть и наблюдать это со стороны. Мы собрали команду энтузиастов и под нашим лозунгом «Новая норма» мы начали именно наших же производителей в первую очередь информировать, что мы, Крыгская республика, наши товары с 1 января 2021 года без маркировки они не могут продаваться на территории Российской Федерации. Как мы знаем, более 80% товаров легкой промышленности у нас реализуются на территории Российской Федерации. Там вот эти правила вступили 1 января 2021 года. Потом продлили его до 1 мая этого же года. То есть, получается, через 2 недели мы столкнемся опять с той проблемой, которая у нас была в начале года. Это что значит? В первую очередь это неинформированность той системы, которая вводится у нас. Да, здесь много плюсов, потому что мы живем уже в цифровом мире. У нас максимально быстрее и максимально объемно нужно полностью интегрироваться в этот цифровой мир, в этот цифровой бизнес, в эти цифровые процессы. Сама цифровая маркировка товаров, она что подразумевает? Это цифровой паспорт товара, произведенного у нас в республике. Да, это плюс. Ну, у нас есть свой, у каждого есть свой паспорт. По документу, который, вот цифровой паспорт товара, мы можем прослеживать его, когда это было выпущено, где продается и когда продано. Вот, это в первую очередь для государства, это обеление рынка, поступление таможенных и налоговых процедур. Потом, для бизнеса это защита своего бренда. Это что означает? То есть, я маркирую свою продукцию, я уверен, что мою продукцию никто не переделает. Потому что вся продукция, которая маркируется, это передается в онлайн режиме в соответствующие органы. Тот же самый налоговый орган Российской Федерации, где реализуется этот товар. И таможенные процедуры, она упрощается намного. И можно, где-то в начале, когда было, конечно, это трудно, без поддержки государства реализовать такой масштабный проект и внедрить его в общество наше, это сложная задача. Но, несмотря на это, вот как раз и создана недавно ассоциация. Это еще означает то, что мы можем еще более информироваться, более масштабно. Также мы тесно взаимодействуем именно с первой фабрикой, которая вот первыми, они увидели здесь, да, большие возможности, но сталкивается с проблемой. Элементарно вот эти процедуры налоговых вычетов, и таких моментов очень много. Итак, те предприниматели, которые хотят экспортировать свою продукцию, они обязательно должны ее маркировать, правильно? Да. И вы задумались об этом одни из первых в Кыргызстане. Да. И скажите, пожалуйста, как у вас прошел процесс внедрения вот маркировки на вашей фабрике? Процесс внедрения прошел, можно сказать, болезненно. Во-первых, почему? Потому что не было никакой информации, мы никаким образом не были готовы, ни технически, ни финансово, ни морально, так сказать. Помимо этого, наши заказчики также вот с российской стороны тоже не были готовы, которые являются нашими соотечественниками. То есть, и мы в первую очередь узнали о новой норме, тоже из соцсетей, можно сказать, да, обратились к ним, и вместе с ними мы проходили вот этот путь очень тяжелый, так как я заметила, сама вот система честного знака российской компании, сама система, она еще была несовершенная, может быть, сейчас уже как-то продвинулась, были очень многие моменты. Мы, во-первых, где я вижу минусы, могу сказать, да, сейчас, пройти-то мы прошли этот путь. Минусы в чем? Мы, как производители легкой промышленности, имеем свое место на рынках России, и наши вещи популярны только своей дешевой ценой, получается, да? Мы только этим завладели рынок России. Сейчас, получается, у нас больше 20% накидывается стоимость на каждое изделие, это вынужденные меры, и мы теряем тут уже некоторых своих заказчиков. А наши заказчики, как я и сказала, наши некоторые мигранты, бывшие граждане Крымстана, являющиеся ныне гражданами России, отказываются, переходят на какие-то другие способы заработка. Во-первых, материальная база должна быть... Вот средний и малый бизнес, он не понесет такие затраты, он не сможет. Здесь стоит угроза закрытия некоторых маленьких цехов швейных. Если учесть, что швейный бизнес, это он очень такой огромный, объемный, который обеспечивает несколько сотен тысяч людей рабочими местами, то мы можем только представить, сколько маленьких цехов могут позакрываться, и сколько людей могут остаться без работы. Если ваш товар попадет на рынок России без маркировки, он будет считаться контрабандой? Да, обязательно будет контрабандой. И уже какие-то такие же факты были замечены вперед. Январь 2021 года не с нашей стороны, конечно, мы слышали, что другие компании хотели перевезти, потому что залеживаться времени нет. То это все деньги. Для того, чтобы процесс вмешивания маркировки прошел более гладко и активно, была создана ассоциация по цифровой маркировке товаров и фискализации. Скажите, пожалуйста, какие вы цели ставите перед собой, и каким образом вы работаете и с кем? Ну, в первую очередь, ассоциация для чего была создана? Для того, чтобы объединить усилия вот этих компаний, разных компаний, для того, чтобы деятельность, ну, скоординировать их деятельность, их деятельность, и чтобы был единый какой-то центр того, что куда нужно двигаться, каким образом надо двигаться. То есть, вот координация деятельности этих компаний. Плюс, каждая компания, она не может с каждыми проблемами выходить в правительство, там, поднимать эти вопросы. И очень много разрозненных, и голос их может быть неуслышан. Поэтому были объединены вот эти все усилия, и создана ассоциация. Мы будем решать очень много вот таких вопросов, спорных вопросов, которые вот сейчас у нас мы проводим ряд различных мероприятий, и конференции всевозможные, и собираемся проводить еще обширные такие встречи с бизнесменами. Мы будем собирать вот этот пул очень серьезных вопросов, проблемных, которые вот сегодня есть. И уже будем выходить с ними на правительство и поднимать эти вопросы, что нам нужно решать. Вот вы же слышите, что многие малые и средние предприниматели, они сегодня будут испытывать очень большие проблемы по той простой причине, что не смогут выходить на рынки России, Казахстана. Поэтому государство, как, скажем так, гарант именно деятельности бизнеса, вот сегодня со стороны нового руководства нашей страны, они вот ряд указов, положений выпускают по поддержке малого и среднего бизнеса. Я думаю, вот эти вопросы должны тоже решаться. Почему? Потому что, я еще раз говорю, это вот с мая месяца опять начнется, это только по швейной продукции. А там очень большой перечень товаров, которые будут уже со временем в России тоже входиться. Вот, допустим, та же туалетная вода и духи. Наши многие бизнесмены, они эти с Арабских Эмиратов привозили там с других стран и через Кыргызстан, ну, в экспорт, завозили в Россию. Теперь вот здесь будут очень большие проблемы. Ну, факт, что очень много таких моментов, которые будут очень серьезно влиять на деятельность наших предпринимателей. Поэтому мы должны на опережение это все решать эти вопросы. Мы не должны вот постфактум и потом уже решать, когда все уже свершилось. Да, надо наперед эти вопросы решать. Поэтому ассоциация, она будет очень серьезно работать в этом направлении. Будем выходить и не только на наше правительство, будем выходить и на ЕС, непосредственно руководство ЕС. Будем указывать там, какие проблемы существуют, что делается, как нужно там свои предложения, как это улучшить, что нужно делать и так далее, и так далее. То есть вот такая деятельность будет. Ну, все-таки, каков порядок внедрения маркировки товаров на каждом предприятии? К примеру, если возьмем, например, на данный момент швейные отрасли, там не вся наименование продукции, которая производится здесь. Определенный вид. Это вот блузка, в первую очередь, что наибольшее количество произведенных здесь. Мы что, в первую очередь, мы на основе штрих-кода, который у нас на рынке, это GTN-коды называется, это международная система, которая определяет товар, сам товар. На основе этого штрих-кода мы заполняем таблицу, чтобы формировать вот этот уникальный дата-матрикс-код. После того, как мы пройдем вот эти все процедуры, мы отправляем эту информацию в честный знак, в систему честный знак. Это национальный оператор цифровой маркировки товаров Российской Федерации. Туда мы заполнили информацию, таблицу отправляем. Оттуда, после проверки, нам поступают уникальные дата-матрикс-коды. Нынешнего это вот как QR-коды. Этот QR-код у нас в электронном виде. Потом этот же QR-код мы передаем фабрике. Фабрика, в свою очередь, что делает? Фабрика, что мы и говорили вначале, нужно снабдить производство своим этим техническим оборудованием. Автоматизированная система маркировки товаров. Да, можно сказать так. Но минимальное значение. Мы тоже на данный момент подготовили для наших же швейных отраслей производителям оптимальный сбор именно вот этой программного испечения, принтера, этикетки, печати, потом 2D-сканер. Это самое минимальное. После того, как в электронном виде получает фабрика, этот же код распечатывается посредством программного обеспечения. И этот же код будет на каждую, на каждую единицу товара клеиться. На бирку и на упаковку. После этого нужно будет его ввести на учет посредством, опять-таки, 2D-сканера технического оборудования. Он читает этот код, заводится в базу. И это уже будет считаться, она все маркированная. И прошел этот путь. После отправляется в логическую компанию. Логическая компания, она в свою очередь тоже принимает. Она не просто, как раньше. Привезли товар, все приняли, и по-старинному уже никак. Она тоже принимает на свой баланс через этот 2D-сканер-код. То есть в свою систему сажается этот товар. После она и направляется именно в Российскую Федерацию. Там тоже такая же процедура, и это называется прослеживальность. То есть прослеживальность идет от выпуска и до конечного потребителя. Как мы и говорили, на начальном этапе большая проблема возникла именно в нехватке, в первую очередь, знания того, что творится. И поэтому, и тоже, в свою очередь, нехватка специалистов соответствующих. Вот. Ну, эту задачу мы как раз в созданном ассоциации цифровой маркировки на данный момент проводим и совместно с ним участвуем во всех мероприятиях, которые они организовывают. Это еще легче стало. Ну, к примеру, чтобы, например, вот те же 300 швейных фабрик, которые нам обратились, я могу грубо сказать, что нужно 300 IT-специалистов, которые обладают этими новыми навыками, для того, чтобы они совершили эту процедуру маркировки товаров. Вот в этом тоже. Здесь многие думают, а, маркировку взяли, распечатали, наклеили и все. Да нет, там множество таких других еще задач появляется. С одной стороны, вы назвали, что у вас появились проблемы, да, и многие заказчики из-за удорожания товара после введения маркировки, они отказываются. Скажите, пожалуйста, в чем вы видите преимущество маркировки товаров и как вы собираетесь выходить из этих трудностей, с которыми вы столкнулись? Из этих трудностей я вижу только единственный выход, если будет государственная поддержка. Во-первых, вот именно ответственных компаний, которые, допустим, на новую норму, да, вот большая государственная поддержка нужна, информативного характера. Во-вторых, пользу я вижу какую, мы можем выйти уже на новый уровень, то есть у нас будет как на базе честного знака, да, вот в системе честного знака организуется некая база, платформа, где будут зарегистрированы уже много вот этих как производителей, так и потребителей. То есть есть вероятность, что нами заинтересуется какой-то большой заказчик, крупный, можем сказать, да, уже можем выйти вот в этом плане на новый уровень. Ну, опять-таки, трудности, к этому нужно приходить, к этому нужно прям согласованно приходить, а не просто так. Нас перед фактом буквально поставили. мы еще как-то смогли вот внедриться, и то сейчас до конца мы не внедрились, вот с 1 мая у нас опять волокита начнется. Мы, во-первых, перерегистрировались как юридические лица. Если мы до этого работали упрощенным методом на патентной системе, сейчас мы уже превратились в юридическое лицо, в УСО превратились. Вот это тоже влечет за собой определенные расходы, да. Ну и, конечно, это будет, наверное, еще и польза для государства, когда вот это все стабилизируется, потому что полностью пойдет все белым путем, никаких сокрытий. Это тоже плюс, наверное. Скажите, пожалуйста, какие товары будут маркировываться? Я бы хотел сейчас, прежде чем ответить на этот вопрос, я бы хотел, какая польза, да. Конечно, пользы здесь очень много. Во-первых, раз мы интеграционное объединение, как евразийское экономическое сообщество, мы должны тоже серьезно беспокоиться о вообще внутреннем перемещении своих товаров, развитии своих предпринимателей, развитии своих производств. Это вот как бы целая такая идеологическая основа этого ЕС. Поэтому, естественно, другой вопрос, насколько каждое государство готово именно к внедрению вот этих новшеств и цифровизации непосредственно, и непосредственно вот этой маркировки этих товаров. Разные страны, они по-разному подготовились. Вот посмотрите Белоруссию, допустим, то, что я говорил, вот около 20 наименований они на добровольной основе стали сами даже маркировать, они стали готовиться заранее. И что это дало? Это дало то, что по многим позициям они в 4-5 раз выросли их показатели, то есть из тени вышло, во-первых, это, в свою очередь, поступление налогов, бюджет, это улучшение вообще такой вот производственного потенциала страны. И по некоторым позициям, если посмотреть, там в 9 раз увеличение производства продукции произошло. Это, то есть, очень хороший такой показатель. И в целом эффект, вот на первых началах введения маркировки, это стоило порядка 8 с половиной триллионов белорусских рублей. Россия введение, вот первые же месяцы от того, что она по 8 позициям тоже ввела маркировку, около 1 триллиона сразу эффекта дает. Вот мы увидели в Армении то, что они сами добровольно там, скажем так, маркируют продукцию, там до 2 миллиардов долларов получения дохода в бюджет. То есть, если мы начнем вводить, недобросовестные конкуренты, они сами собой отпадут. Те предприятия, которые они изначально работали, будут нацелены на, скажем так, обеление своего бизнеса, показывать открыто всю свою производственную базу, платить налоги в бюджет. Да, они от этого выиграют, потому что те контрабандные товары, они уже не будут проходить. Значит, это место надо будет занимать этим же производствием, которые вот открыто работают. То есть, очень, конечно, плюсов много, минусы тоже есть, минусы это просто на первоначальном этапе, я не думаю только, что в Кыргызстане эти проблемы. В той же России очень много проблем, хотя они по потенциалу намного мощнее, но они тоже испытывают очень много проблем, это введение. И хотелось бы отметить, что первоначально у нас будет национальная маркировка национальных продуктов внутри у себя. это табачный и алкогольный продукт, табачные изделия, алкогольный продукт. С 1 июля начнется маркировка. И поэтому опять здесь мы должны быть готовы к тому, что как это будет маркировка проходить. И, естественно, табачный производств у нас, если самого нет, то это импорт будет, как мы с импортерами будем работать, каким образом это будет. То есть, вот у нас очень много вопросов, которые мы должны решать и будем совместно решать. Большое вам спасибо, что вы пришли к нам в студию, ответили на наши вопросы. К сожалению, время нашего эфира подошло к завершению. Уважаемые зрители, напоминаю, что мы беседовали с председателем Ассоциации по цифровой маркировке товаров и фискализации профессором Толунбеком Абдыровым, экспертом по маркировке товаров Рамилем Бековым и администратором швейно-производственной компании Чолпон Романкуловой. Оставайтесь на Лото 24. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин